МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новогодних чудес. Сегодня в Барнауле прошла встреча Дедов Морозов. Итак, сегодня Барнаульцы активно обсуждают в социальных сетях коммунальные аварии, которые испортили выходные жителям сотни многоэтажных домов. Люди задаются вопросом, почему тепловые сети не выдерживают даже первых морозов и для чего энергетики регулярно проводят. Получаются бесполезные опрессовки. Так, в воскресенье на улице Гурналтайской случился порыв на трубе диаметром 300 мм. Устранением аварии занимались работники Барнаульской теплосетевой компании. Три бригады из 12 человек. Все это время жители находились в своих квартирах без горячей воды и отопления, размещая в интернете вот такие юмористические ролики. Еще одна коммунальная авария на улице Глушкова. Из-за поврежденного на теплотрассе Клапана замерзать пришлось жителям 49 многоэтажных домов. К сожалению, подобное в Барнауле происходит ежегодно, однако, по мнению экспертов, связано это не столько с перепадами температур, а сколько с общим изношенным состоянием инженерных городских сетей. Это тема СДК, сенсибирско-генерирующая компания. Для того, чтобы таких вещей не было, надо внимательно анализировать ситуацию с инженерными сетями. То есть, вовремя менять. Они инвесторы, они должны в плановом порядке более внимательно подходить к этим вопросам. Есть проблема, правда, хватит ли этих денег, которые у них есть, чтобы еще сразу сделать. Состояние сетей очень плохое, раз такие вещи происходят. Порывы будут очевидны, но в каком состоянии вся эта инженерная система находится. Ясно, что там работы очень много. Да, зима еще даже не началась. К другим темам. Больше ста жителей края ежегодно умирает от пневмонии. Врачи утверждают, воспаление легких протекает крайне тяжело, а новые штаммы заболевания появляются быстрее, чем эффективные антибиотики. Сегодня, во Всемирный день борьбы с пневмонией, наш корреспондент Анастасия Дороган узнавала, как не стать жертвой опасной болезни. В 55 Владимир впервые лежит в больнице. Для него одно это уже шок. Еще большим потрясением стал диагноз – пневмония. Сперва же не замечаешь. Потом поехал за таблетками от кашля. Не болел, не болел. Долгий кашель не смутил мужчину. Хотя это один из признаков пневмонии. Как и длительное время – повышенная температура. А если есть постоянная одышка или уже дыхательная недостаточность – срочно вызывайте реанимацию. Такие пациенты тяжелые. Их везут в краевой пульмонологический центр. Если править таких тяжелых, которые требуют респираторной поддержки, непосредственно инвазивной вентиляции, то запресс на поддержке составляет больше 70% таких пациентов. На искусственном дыхании и это 30-летняя женщина. В таком состоянии она неделю. Сколько в нем пробудет и выйдет ли из него – неизвестно. Медики не вправе раскрывать ее историю болезни, но признают – диагностика несовершенна. На ранних сроках пневмония может быть упущена. Но и в целом тяжелое течение болезни встречается все чаще. А последствия – вплоть до летального исхода. Более 100 человек в крае ежегодно умирают от пневмонии. Это, как правило, молодые, социально адаптированные, активные. Исходно, как мы говорим, здоровые, но, к сожалению, не вакцинированные ни разу. Причина трагедии – новые штаммы заболевания. Антибиотики к ним появляются лишь спустя год. Поэтому врачи просят жителей ставить прививки. Для начала от гриппа. Ведь он может осложниться пневмонией. А затем и от конкретной бактерии. Пневмокок до 50% считается, что это основная инфекция, которая вызывает пневмонию. Поэтому на сегодняшний день наша заинтересованность в том, чтобы от немокока привились наибольшее количество людей, не имеющих противопоказаний, но имеющих хронические заболевания, ну, либо, повторюсь, старческий пожилой возраст. Эту прививку ставят раз в пять лет. Другое дело – прививки от гриппа. В крае можно вакцинироваться еще в течение двух недель. Впрочем, по расчетам Минздрава, прививки поставят лишь 45% жителей. Анастасия Дорога, Николай Шелком. Наши новости. Туристический потенциал нашего края обсудили на международном российско-казахстанском форуме. Так, фестиваль «Большой Алтай» и маршрут «Алтай-Золотые горы» сейчас вошли в число новых региональных туристических брендов. Об этом заявил Владимир Путин, президент страны. Делегацию края в Петропавловск возглавил губернатор Виктор Томенко. Во время форума можно было ознакомиться со стендом под названием «Алтай – все настоящее». Работа получилась плодотворной. Представители туриндустрии региона заключили ряд соглашений с казахстанской стороной. Так, партнеры договорились развивать въездной и внутренний туризм. Следующим летом края должен принять спортивный фестиваль «Большой Алтай», в котором участвуют делегации регионов России, Казахстана, Монголии и Китая. Виктор Томенко поддержал инициативу о включении в программу праздника мероприятия этнической направленности. Алтайский лес пытается защитить на высоком государственном уровне. В этом уверен депутат Краевого Заксобрания Василий Железовский. На днях он на федеральном телевизионном канале принял участие в программе, посвященной вырубкам леса в нашем регионе. Передача вызвала большой общественный резонанс. У нас лесхозов не осталось. Все лесхозы в Алтайском крае, это подразделения холдинга, они сами себя контролируют. И головные предприятия, вот по расследованиям и Валерия Горбунова, и общественного совета по защите алтайских лесов, да, головное предприятие находится в Прибалтике, а люди, которые являются учредителями, они уже не граждане российской. Вместе с алтайским депутатом в передаче участвовали представители Генпрокуратуры, Центра правовой защиты Рослесхоз и автор фильма расследования о вырубках на Алтае Борис Соболев. После просмотра спецрепортажа Василий Железовский жестко отозвался в управлении лесным фондом Края экспорта алтайской древесины и массовом сокращении штата отрасли. Как признался парламентарий, после передачи ему пришло множество откликов, исключительно положительные. Отметим, что общественник намерен и дальше привлекать внимание общественности к проблеме вырубок алтайского леса. При этом он подчеркнул, что полагаться только лишь на представителей высших эшелонов власти не намерен. Крупные предприятия и предприниматели региона взяли шефство над школами и детскими садами Барнаула. Представители бизнеса не только помогают финансово, но и, например, организуют совместные спортивные праздники с работниками компаний. С такой инициативой выступил глава Октябрьского района Краевой столицы Вячеслав Новиков и уже есть первые результаты. Так, в нескольких учреждениях были отремонтированы кабинеты, закуплено необходимое оборудование. Ученики 52-й и 53-й из школ смогли съездить в Москву и Сочи на всероссийские суворовские сборы и поучаствовать в научно-техническом конкурсе. За два года работы проекта оказана помощь на сумму более чем в 5 миллионов рублей. С начала 2018 года руководители компании «Бизнесмены» дополнительно взяли шефство над детскими садами Барнаула. Почти через месяц в Барнауле состоится открытие года театра на Алтае. Об этом сегодня заявила журналистом Елена Безрукова. 13 декабря в музыкальном театре на сцене выступят все театральные коллективы города, включая любительские театры. Также министр культуры рассказала о ключевых событиях года театра. Среди них открытие театра «Кукол сказка». Первый спектакль в нем предстоит в сентябре. Уже известно, что это будет постановка «Золотой ключик». Осенью состоится сдача Рубцовского драматического театра после капитального ремонта, который начался в 2017 году. Елена Безрукова заявила, что в год театра планируется провести первый театральный фестиваль имени Василия Шукшина. Одно из ожидаемых событий для работников культуры – сдача дома по адресу Сизова, 24. В нем будет жить вся творческая интеллигенция края. Только 90 квартир выделено для артистов. Большую часть из них получат актеры Алтайского музыкального театра и театра драмы. За последние 10 лет такого же личного аттракциона щедрости не было, отметила Безрукова. Очень важно, чтобы люди, которые творят то искусство, о котором мы сегодня говорим, и в своей жизни, в своих социальных условиях получили какой-то большой плюс в этом году. Всего, добавила Елена Безрукова, в год театра в регионе пройдет около 40 различных мероприятий. В Барновул привезли икону, которая может спасти от бесовских проделок, черной магии, колдовства, приворотов, врагов и злых людей. Святыню мучеников Киприана и Иустина доставили в Покровский кафедральный собор. Туда же привезли частицы святых мощей. Верующие надеются, что образы благочестивых могут вразумить людей, которые занимаются оккультивизмом и гаданиями. Завтра после богослужения икону доставят в Иоанна Богословский храм, а до 26 ноября она побывает во всех церквях города. Затем Киприан и Иустина отправятся в Новоалтайск-Белоярск-Заринск и Тальменку. 8 декабря икона покинет пределы Алтайского края. Ну вот такой хоккей нам нужен. В Барнауле чествовали чемпионов победителей международного турнира «Динамо Алтай». Это самый значимый успех студенческой команды нашего региона. Ей не оказалось равных в битве за трофей «Стюдент Хоккей Челлендж». Далее репортаж с торжественной церемонией награждения. Эти кадры можно смотреть вечно. Вот так «Динамо Алтай» с золотыми буквами пишет новую историю. Барнаульцы оформляют чемпионство в финале «Стюдент Хоккей Челлендж». Илья Вапилов приносит команде «Динамо Алтай» победу и выход в финал. За главный трофей в Красноярск приехало биться 8 дружин. Это представители Словакии, Соединенных Штатов, Чехии и единственная команда из России. Именно «Синебелые» поочередно отправят домой всех соперников по раунду плей-офф. В финале так и вовсе заставят плакать неуступчивых, как их еще называют, «рыцарей татры». «Динамо» смотрелось увереннее, мощнее сыграннее. По сути, это был чемпионат мира среди клубных команд, плюс еще были сборные, лик. Это показал уровень нашей команды, что мы все-таки неплохая команда, скажем так, на самом деле. Эти кадры тоже наверняка войдут в историю. В зале не протолкнутся все аплодисменты только в их честь. В числе награждающих первые лица края, как отметит губернатор Виктор Томенко, такой хоккей власти будут поддерживать. «Стюдент хоккей челлендж» по задумке организаторов должен был проверить готовность спортивных объектов Красноярска к зимней универсиаде 2019 года. «Я очень желаю тем, у кого есть потенциал и возможности, все-таки в нашу сборную вы пробились, и наш Алтайский край, и всю нашу страну достойно вы представляли». Кубок, золотые медали, дипломы – теперь еще одна весомая награда – кандидат в мастера спорта. «Очень приятно. Сейчас на первую такая медаль можно одевать на такие мероприятия». После торжественной части «Добро пожаловать на лед». «Динам Алтай» начинает новый поход за новым трофеем. На этот раз за золотом чемпионата страны. Это там, в будущем, сегодня, им нет равных на международной арене. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. We are the champions, ребята. Время новогодних чудес не может прийти слишком рано. Сегодня на набережной краевой столицы встретились алтайский и всероссийский Деда Мороза. Для последнего волшебника это уже третье новогоднее путешествие по стране и третья остановка в этом году. Какие дела ждут дедушку в Барнауле, узнавала наша съемочная группа. «Ну хорошо, когда есть помощь». «Ну, не без этого». Всем, кто не верит в настоящего Деда Мороза, теперь можно предъявить фото. Вот он, волшебник из Великого Устюга, прибыл сегодня в Барнаул. Здесь его встречает коллега, алтайский Дед Мороз. Посмотреть на обоих морозов вышли самые морозостойкие. В окошко видим, подъезжает Дед Мороз быстрее собирать и вышли сюда. На Алтае предновогодняя акция только начинает свою работу Барнаул-третий город из 22 пунктов путешествия. В каждом из них волшебник не только пообщается со своими маленькими поклонниками, но и раздаст подарки всем, кто отправлял ему письмо с пожеланием. Мы завели специальный почтовый ящик, на который пришли более 40 тысяч писем. Под Новый год вообще по мешку в день получаем. Так вот, выбираем мы самые добрые, самые трогательные истории. В Барнауле главный Дед Мороз страны посетит несколько центров помощи детям с ограниченными возможностями и которые остались без попечения родителей. В этом ему будут помогать местные волонтеры. А пока и сам дедушка получает подарки. Те, кто сегодня побоялись холодов, могут пообщаться с Дедом Морозом завтра. В край он останется еще на день, чтобы принять участие в большом представлении в одном из торгово-развлекательных центров. Елена Кузовкина, Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости. Да, вот уже письмо пишу. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае немного потеплеет, но сохранится довольно холодный ветер. Минус 10 днем ожидается в Кулунде и Славгороде около 14 градусов мороза. В Олейске и Заринске в Барнауле ночью до минус 14 и снег. Днем 11 ниже нуля и без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи. Продолжу писать письмо.